Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте и смотрите сегодня. На дороге Сочи могут выйти электробусы. Глава города обсудил сотрудничество с белорусской делегацией. В Сочи могут перенести дату празднования Дня города. Сейчас эксперты обсуждают варианты. Сдай багаж сам и сэкономь время. А в аэропорту Сочи тестируют новую технологию обслуживания пассажиров. Международный, зимний и вовсе не несчастливый в Сочи в 13-й раз стартовал фестиваль искусств под руководством Юрия Башмета. На дороге Сочи могут выйти электробусы. Пока это долгосрочные планы, но разговоры о возможном появлении на курорте такого вида транспорта уже ведутся. С предложением провести в Сочи испытания электробуса выступил заместитель премьер-министра Республики Беларусь Владимир Семашко. Встречу с делегацией накануне провел глава города. Алексей Копайгородский отметил важность транспортной темы на курорте и подчеркнул, что автобусы марки МАЗ, закупленные 6 лет назад для Сочи, вполне комфортные и надежные. И в планах мэрии заказать еще полторы сотни таких автобусов. Хорошо себя зарекомендовал не только транспорт, созданный Минским автозаводом, но и белорусские электробусы. Их уже активно используют в городском хозяйстве Москвы. Недавно испытания проводились в Екатеринбурге, Ташкенте и Самаре. И Сочи может не стать исключением. Помимо транспортного вопроса, делегаты рассказали о нововведениях в сфере ЖКХ, жилищном строительстве, а также производстве лифтового оборудования. По тем темам, по которым мы сказали, мы готовы переговорить, чтобы структурные отраслевые подразделения ваши представители переговорили с нашими коллегами и сделали такую дорожную карту. Если у нас будет полное понимание по строительству, по системам ЖКХ, по оборудованию, для нас это очень важно. Транспортная составляющая есть, мы уже друг друга видим, понимаем, слышим. И то, что вы предоставляете для нашего города, оно, конечно же, радует. Также стороны обсудили программу мероприятий ко Дню Победы. Для представителей белорусских общин будут организованы экскурсии по местам воинской славы в Сочи и в Минске. Краснодар накануне вспоминал героический день – 77 лет освобождения от немецко-фашистских захватчиков. В честь этой даты к мемориалу жертвам фашизма, несмотря на проливной дождь и снег, пришли сотни жителей города – ветераны, школьники и представители казачества. Почтить память героев вместе с краснодарцами приехали глава Кубани, спикер ЗАГС Собрания, мэр Краснодара и руководитель регионального управления ФСБ. Они возложили к подножию монумента цветы и венки. А позже в центре Краснодара был реконструирован тот самый главный освободительный бой. Звуки выстрелов из винтовок, крики ура и десятки людей в форме советской армии – история будто повторяется спустя 77 лет. Краснодарские улицы эту картину уже наблюдали в 1943 году, когда немецкие фашисты окончательно и бесповоротно погинули кубанскую столицу. И вновь над городом – алое полотнище, как символ освобождения Краснодара. На историческое здание, бывший крайком ВКПБ, его водрузили участники реконструкции. За зрелищем наблюдают сотни людей. Это наша общая история и память. Все очень по-настоящему, все эффектно, прочувствуем, я думаю, сегодня полностью всю атмосферу, которая происходила в те времена. Это важно для того, чтобы наши потомки не забывали подвиги наших дедов, отцов, героев этого отечества. Краснодар наш! По улицам проходят наши войска. Их приветствуют жители освобожденного города. Чтобы услышать эту долгожданную новость, люди прожили в оккупации 186 страшных дней и ночей. Более 13 тысяч краснодарцев были убиты и замучены до смерти. Все ужасы войны Виктору Коваленко пришлось испытать в 6 лет. Его дом по улице Новокузнечной заметно изменился с тех страшных времен. Но вот чердак, на котором семья маленького Вити тогда приютила сбежавших из плена советских бойцов, кажется, остался прежним. Пока дядя Андрей и дядя Сеня укрывались под крышей, в доме одну из комнат занял немецкий офицер Август. Красноармейцам все же было суждено встретиться с гитлеровцем. Никаких разговоров не было, ничего не было. Ни слова, никто. Только потом дядя Сеня рассказывал, говорит, иду, когда он идет, он стоит с топором. А я, говорит, смотрю на его руку, если только поля, а кобураш вот здесь вот, у него все висело. Если только смотрю, если только топором сброшен. Август даже и намеком прошел, вежливо поздоровал, он такой интеллигентный, ну инженер немецкий. День, когда в Краснодар пришла свобода, Виктор Коваленко до сих пор не может вспоминать без слез. Это след войны, который не стирается со временем. Красноармейцев тогда встречали криками «Ура!», обнимали и угощали, кто чем мог. Самое бесценное, чем тогда поделился маленький Витя, была горбушка черного хлеба с постным маслом и солью. Я выскочил с этим кусочком хлеба, к садату к нам подбежал, так не шлюп, скушался. Я подбежал, к бабушке впаду, уткнулся. Не могу сейчас это. Вот так встретил я. Оказалось, прибежались пацаны уже, когда все, все. И у нас были, давай друг перед другом выпендриваться. И у нас были, и у нас были, и у нас были, и у нас были. Вот что такое русский народ. Каждое утро 12 февраля, независимо от дня, недели и погоды здесь, у мемориала жертвам фашизма в Краснодаре многолюдно. Вот и сегодня, несмотря на проливной дождь и снег, сотни горожан совершенно разного возраста пришли с гвоздиками в руках. Почтить память героев вместе с краснодарцами приехали глава Кубани, спикер ЗАГС Собрания, мэр Краснодара и руководитель регионального управления ФСБ. Они возложили к подножию монумента цветы и венки. Минамин Кондратьев отметил, что жители края, присутствующие на памятном митинге, едины в одном. Все хотят жить мирно и трудиться на родной земле. Я уверен, такая же погода была и 77 лет назад. А может, еще и хуже. И они не просто воевали, наши деды, прадеды, они побеждали, невзирая ни на какую погоду. Да, мы все разные, но едины в одном. Мы все хотим, чтобы над нашими головами было мирное небо. Мы этого все хотим. И они в 1943 году этого тоже хотели. Хотели. Но только они об этом мечтали. В 1943 году. Мечтали, чтобы закончилась эта проклятая война. Они мечтали вернуться в свой город. Они мечтали пройтись по мирным улицам Краснодара. Со своими детьми и внуками. Растить. Будущее поколение. Мечтали. Мы сегодня живем за них. Мы живем за тех неродившихся мальчишек и девчонок. Давайте просто будем достойны их памяти. Народа. Нашего народа. Наших предков. Наших дедов. Прадедов. Их. Которые принесли мир всему миру. Победа досталась дорогой ценой. В руинах лежали жилые дома. Разрушены предприятия, объекты инфраструктуры. Но самое страшное то, что тысячам жителей не довелось дожить до дна освобождения. Каждый год мы собираемся здесь, чтобы возложить цветы в память о подвиге советского солдата. Мы с благодарностью и скорбью вспоминаем умеру всех, кто спас нашу родную Кубань и страду от немецко-фашистских захватчиков. Война разделила жизнь людей на до и после. Многим пришлось попросту заново учиться. Чувствовать, любить и радоваться. В себя приходил и город. Краснодар встретил победу разрушенным. В руинах лежали заводы имени Седина и Калинина, мельница, электростанция. Ущерб, причиненный немцами на тот момент, превышал 2 миллиарда рублей. Освожжение Краснодара, как и всей Кубани. Это было важное событие для жизни не только жителей Краснодара, Кубани, но и всей страны. Потому что каждый взятый новый рубеж, каждый отбитый у фашистов населенный пункт вселял надежду, приближал великую победу. Краснодар был один из самых разрушенных городов нашей страны. Наши деды, прадеды, вернувшись с фронта, не ждали никакого помощи. Они сами начали восстанавливать свой город. Наш с вами город. Своими силами по кирпичику отстраивали каждое здание. Строили заводы, фабрики. Пахали, сеяли, собирали урожай. Ради нас с вами, ради будущих поколений. Вот что ими двигало будущее, будущее Кубани, будущее Краснодара, будущее великой страны. 77 лет назад война покинула пределы города на память о подвиге наших земляков. Жива до сих пор в молчаливых мемориалах вся боль и скорбь тех лет. Монументы военной истории сегодня приводят в порядок в преддверии 75-летия Великой Победы. На реконструкции памятник воинам-освободителям. За строительными лесами пока скрытый обелиск бойцам 46-й армии. Именно с этого места, недалеко от парка Солнечный остров, началось наступление советской армии, которая выбила фашистов из Краснодара. А мы продолжаем наш проект «Календарь Победы». 13 февраля 1945-го советские войска взяли Будапешт. Этому предшествовали полуторамесячная осада и упорные бои. Еще 29 декабря 1944 года советское командование, желая избежать напрасного кровопролития и предотвратить разрушение города, направило к командованию немецких войск парламентеров. Но провокаторы их убили. Вопрос был решен однозначно. Вражеская группировка должна быть ликвидирована. Фашисты оказывали упорное сопротивление. Взорвали многие здания, устроили завалы и баррикады. На улицах расставили десятки тысяч мин. Немецкие офицеры расстреливали солдат, которые говорили, что положение гарнизона в Будапеште безнадежно. Ведь советские войска все теснее сжимали кольцо, отбивали квартал за кварталом. За полтора месяца в Будапеште взято в плен более 110 тысяч солдат и офицеров противника. В Восточной Пруссии кавалеристы захватили 22 фашистских железнодорожных эшелона. А в Брест, Гродно, Волковыск и другие города Белоруссии начинают из немецкой неволи возвращаться тысячи людей. Они были угнаны фашистами на каторгу. Во всех областных центрах для оказания помощи прибывающим созданы приемно-распределительные пункты. На это выделены особые средства. Также в этот день родился маршал и герой Советского Союза Семен Куркоткин. Начав службу политрукам, в 43-45 годах он занял пост командира танковой бригады на Первом Украинском фронте. Всегда мужественно сражался, не боялся пуль. За время войны несколько раз был ранен, награжден шестью боевыми орденами. Танковая бригада под командованием Семена Куркоткина стала носить имя краснознаменной. После окончания войны Куркоткин руководил войсками Закавказского военного округа. Позже стал главнокомандующим группы советских войск в Германии, начальником тыла вооруженных сил СССР. Ну а наш телеканал продолжает серию репортажей об участниках Великой Отечественной войны, живущих в городе Сочи. Сегодня наша съемочная группа отправилась в поселок Головинка Лазаревского района. Там последние полвека живет участница войны Зоя Кучеренко. Сегодня Зоя Кучеренко принимает гостей. За столом невестка Лариса и подруга Татьяна. За чашкой чая Зоя Алексеевна рассказывает о страницах своей истории, которые нечасто хочется вспоминать. Сегодня Зоя Кучеренко 95, но она по-прежнему отчетливо помнит голос Левитана, который объявил о начале войны. На фронт ее не взяли, тогда ей было всего 17. Способ попасть на передовую нашелся сам собой, когда юная Зоя помогала переправлять раненых через реку Кубань. Уже последний район мы перевезли, а в это время уже немцы были в Пашковской. А потом немцы начали уже обстреливать весь берег Кубани. И возвращаться уже мне нельзя было назад. Я тогда спрашиваю этого военного, а что мне теперь делать? Он говорит, иди, у меня это санбат. Так Зоя Кучеренко оказалась на фронте. Попала под Туапсе, где шли ожесточенные бои. И утром был приказ. Отступления никакого. Стоять, защищаться и не отступать. Такой был строгий очень приказ. При первой попытке отступления расстрел на месте. Стали обороняться, защищаться. И сказали любой ценой держать. И немцев на Черноморской побережье не пропустить. Первую награду получила под станицей Крымской за боевые заслуги. Во время артобстрела она спасла ценное знамя полка, потеря которого грозила расформированием подразделения. Солдат упал этот. Я подбежала к нему, перевернула, а он убитый. И лежит этот ящик. Я смотрю на этот ящик, куда мне с ним бежать, я не знаю, куда я бежала. Но я бежала с ним куда-то. Вот тогда мне дошел начальник штаба, был очень рад, очень благодарен мне. И сказал, что ты достойна награды. Вот я получила тогда медаль за боевые заслуги. Зоя Кучеренко пережила ранение в ногу и контузию. Хорошо помнит голод и холодные ночи в окопах. На войне в 44-м она встретила и свою любовь. Война забрала ее молодость, но Зоя Алексеевна ни о чем не жалеет. Ведь тогда, в том числе и от ее решения уйти на фронт, зависело будущее страны. Вы знаете, я очень много встречалась с этими. В школе была, потом я была в детском садике, вот здесь в Головинке. Я им одно говорю, что надо вам учиться, приобретать специальность и беречь нашу Родину. Ну а продолжим после прогноза погоды и короткой рекламы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В Сочи могут перенести дату празднования Дня города. Сейчас эксперты обсуждают варианты. В обсуждении принимают участие ученые, краеведы, историки, музейные работники, депутаты и общественники. Сейчас в Сочи этот праздник отмечается 21 ноября в честь Дня Михаила Архангела, который считается покровителем города. Однако из-за того, что эта дата может выпадать как на выходной, так и на будний день, не все горожане могут присоединиться к гуляниям. К тому же погода в ноябре часто дождливая, что тоже сказывается на количестве зрителей. Поэтому было предложено установить другую, более подходящую дату. При этом традиция праздновать День Святого Покровителя Сочи сохранится. В этот день в городе будут проводить благотворительные концерты, а в церквях курорта – праздничные службы. Историки изучили даты, связанные с основанием города, и предложили несколько вариантов. 21 апреля. В этот день на нынешней территории Сочи был заложен форт Александрия. 23 мая, то есть 4 июня, по новому стилю. Впервые Сочи упоминается без привязки к посаду Даховскому. 26 мая. Сочи был присвоен статус курорта общегосударственного значения. И 31 июля. По новому стилю 13 августа. День, когда территория Сочи была значительно расширена за счет присоединения окрестных земель. Обсуждение вопроса пока продолжается. При этом предлагается не фиксировать точную дату празднования дня города, а отмечать в ближайшие к ней выходные. И продолжаем. Заместитель главы Сочи Сергей Белоусов встретился с представителями Российского общественного объединения «Опора России». Главной темой стало обсуждение инвестиционного потенциала. На встрече присутствовали председатели и вице-президенты объединения «Опора России» из 15 регионов. Сегодня в рядах этой организации около 450 тысяч предпринимателей, которые создают более 5 миллионов рабочих мест. Каждый из них смог задать вопросы представителям администрации Сочи и поднять волнующие инвесторов темы. Наши коллеги из «Опора России», учитывая, что они ведут плотный контакт с малым и средним бизнесом, что-то могут нам подсказать, какие-то направления, ключевые точки, которые, может быть, мы не замечаем, да, и было бы нам полезно в этом направлении продвигаться. Обсудили гарантию безопасности вложения, условия прохождения административных барьеров в Сочи и направления для вложений средств. В первую очередь администрация курорта заинтересована в компаниях, которые зарегистрированы на территории Сочи или Краснодарского края, чтобы налоговые отчисления оставались в регионе. Однако это не повод игнорировать предложения из других регионов и стран. Поэтому все предложенные проекты будут обязательно рассмотрены. За последние 5-7 лет Сочи – это один из немногих городов, где инвестиционная составляющая не только стабильна, а она развиваема. Мы видим тенденцию к развитию на высоком уровне для инвесторов во всех регионах нашей страны. Эксперты напомнили, меньше года назад в Сочи появился инвестиционный портал, который можно использовать и вкладчикам, и предпринимателям. Сдай багаж сам и сэкономь время. С начала этой недели в аэропорту Сочи появились стойки самостоятельной сдачи багажа. Новые технологии пока работают в тестовом режиме и действуют только для одной авиакомпании. Все подробности у Татьяны Говорковой. Минимизировать живое обслуживание и полностью автоматизировать процесс. К этому постепенно приходят все международные аэропорты. Тех, кто часто выезжает за рубеж самостоятельной регистрацией и распечаткой багажных бирок, не удивить. Такие стойки есть во многих городах Европы. А вот в Сочи они появились с начала этой недели и обойтись без помощи специалистов пока могут не все пассажиры. С этой чудо-техникой Дарья Тында встретилась впервые, но довольно быстро поняла смысл всего процесса. Инструкция проста. Нужно просканировать посадочный талон, поставить багаж на ленту и приклеить на чемодан выданную аппаратом бирку. На все про все не более двух минут. Очень удобно, очень комфортно, все очень быстро, не нужно стоять в очереди, зарегистрировался, очень современно. Очень круто, правда, спасибо большое. Такая автоматизированная система обслуживания пассажиров действительно упрощает подготовку к поездке и экономит время при прохождении предполетных формальностей. Человеческий фактор сведен к минимуму. Стойки самостоятельной регистрации багажа доступны за пять часов до отправления рейса, в то время как привычные сотрудникам открываются за два часа до отправления. Пассажир может пройти дома онлайн регистрацию, приехать к нам в аэропорт, распечатать на репринте посадочный талон, подойти к стойке самостоятельной сдачи багажа и отправить свой багаж в багажное отделение. Данная услуга с начала этой недели уже внедрена в опытную эксплуатацию. Сейчас мы сотрудничаем с одной авиакомпанией, но авиакомпании проявляют в данной услуге огромный интерес, идут, естественно, с нами на диалог, и мы в ближайшее время, я думаю, запустим эту услугу со всеми авиакомпаниями. Но и у этой услуги есть свои ограничения. Зарегистрировать самостоятельно багаж невозможно, если вы летите с питомцем, перевозите горнолыжное снаряжение и детскую коляску. Также эта услуга недоступна, если багаж превышает допустимые габариты и вес. У каждой авиакомпании свои правила и нормы провоза багажа. Эти нюансы нужно обязательно учитывать. Татьяна Говоркова и Михаил Дубинин, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Ну и к другим новостям. В Сочи стартовал фестиваль Юрия Башмета. Зимний международный фестиваль искусств уже по традиции открыл спектакль «Не покидай свою планету» с участием Константина Хабенского, Юрия Башмета и камерного ансамбля «Солисты Москвы». Чем будет удивлять 13-й фестиваль, насколько суеверен маэстро Башмет и считает ли он число 13 несчастливым? Узнаем из нашего следующего сюжета. Зимний международный фестиваль искусств в Сочи открыл спектакль «Не покидай свою планету». Он поставлен по мотивам повести «Сент-Экзюпери. Маленький принц». Все роли в этой вольной фантазии исполняет Константин Хабенский. Вместе с ним на сцене – камерный оркестр «Солисты Москвы» за дирижерским пультом Юрия Башмет. Нет, 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 он был не похож на все остальные ростки. Блин, ой, на нем появился бутон. Не покидай свою планету – это синтез актерской игры, классической музыки, необычной сценографии и последних достижений в области видеоарта. На разных площадках постановку показывали более 70 раз. Фестиваль Башмета в Сочи этот спектакль открывает с 2016-го. Это своеобразное предисловие к его большой программе. У нас были на это свои амбиции. У Зальцбургского фестиваля каждый год разная программа. У нас Зальцбургский фестиваль, при том, что все знают, что это самый большой фестиваль музыкального театра в мире. Он открывается драматическим спектаклем все сто лет одним и тем же. Нам хотелось найти то, что для нас является ценным в искусстве через музыкальный спектакль. И нам кажется, что не покидая свою планету, именно таким спектаклем и является. Академическая и народная музыка, джаз, арт, драма, опера, балет, детские спектакли, образовательные проекты. Все это ожидает гостей зимнего фестиваля. В его рамках состоится сразу семь мировых премьер. В том числе премьера хоровой оперы «Сказ о Борисе и Глебе». Она написана специально по заказу фестиваля. Вообще, каждый зимний музыкальный форум в Сочи – это и синтез искусств, и поле для экспериментов, говорит маэстро. В Сочи – это фестиваль-лаборатория. Мы здесь все пробуем. И публика это уже знает, привыкла. И здесь сконцентрировано в Сочи все в целом. Он продолжает быть и лабораторией в том числе. Мастер-классы, конечно, концерты камерной музыки, замечательный джазовый концерт, американское трио. Вот. Экзотика будет. Кстати, в этом году фестиваль проходит в 13-й раз. Как отметил Башмет, число 13 несчастливым он не считает, хотя сам в некоторых вещах суеверен. Например, не дает автографы до концерта и не фотографируется до выхода на сцену. Я когда в 76-м году поехал на конкурс в Мюнхен, я заболел, и я совершенно больным приехал. За меня вытягивали номер выступления на конкурсе. Уже без надежды, что я выйду через два дня на первый тур. И вытянули 13-й номер. И я победил этот конкурс, и это определило мою европейскую и мировую карьеру. Как и в прошлые годы, фестиваль не ограничится только пространством зимнего театра. Особенная программа ждет гостей форума и в зале органной музыки. Это турнир поэтов, Бетховен-марафон, конкурс молодых композиторов, а также отчетные концерты Международной музыкальной академии. Завершится фестиваль искусств в Сочи 23 февраля большим галоконцертом, на котором тоже не обойдется без мировых пример и, конечно, бессмертных хитов классической музыки. Инга Габешия, Ольга Десятого, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Также в социальных сетях, в группах «Говорит Сочи», в Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. Ну и заходите на наш канал в Ютьюбе «Говорит Сочи». В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Редактор субтитров А.Семкин